вы когда-нибудь задумывались об изнанке карнавального шоу-бизнеса если да тогда смотрите дальше ибо рассказ сейчас будет именно про нее всем привет вы на канале культовое кино и речь сегодня пойдет об аллее кошмаров гильермо дель тора который давно уже входит в нем многочисленную плеяду режиссеров любые новые фильмы которых надо смотреть обязательно вне зависимости от жанра потому что в новой ленте прославленного мексиканца впервые нет никаких паранормальных или фантастических элементов ибо она является очень стильным не ануаром рассказывающим историю прибившегося в конце 30-х годов прошлого века передвижному карнавалу стентона карлайла с темным прошлым который быстро обнаружил в себе и в дальнейшем развил талант менталиста фокусника использующего невербальную коммуникацию со своим ассистентом и психологические трюки чтобы убедить аудиторию в том что он является настоящим медиумом разговаривающим с духами успешно продолжив дурачить уже не карнавальную а более состоятельную публику в престижных клубах стентон не совладал соблазном легкой наживы и однажды неудачно сыграл по крупному после чего его жизнь моментально пошла под откос после коммерческого провала этой ленты жизнь гильермо дель тора вряд ли пойдет под откос как у персонажа брэдли купера но сыграл он здесь тоже по крупному получив на ее постановку аж 60 миллионов долларов что для столь неоднозначного проекта очень много неоднозначного не в плане его творческой команды и качества материала с этим у фильма как раз все в полном порядке а с точки зрения его мрачного и абсолютно безысходного содержания рассчитанного исключительно на взрослую аудиторию которая в последние два года нескончаемого ковида в кинотеатре мало ходит примерно так же погорел в свое время и первая экранизация романа уильяма лэнсе грешема nightmare элли вышедшая через год после его публикации в конце 1947 года с тогдашней звездой студии 20 век фокс тайроном пауэром лично пролоббировавшим ее постановку из-за желания играть более серьезные они романтическо-приключенческие роли несмотря на качественную постановку серьезным бюджетом и большой звездой на афише лента сорок седьмого года в прокате провалилась получив признание и статус одной из жемчужин фильм нуар лишь со временем и боюсь такая же судьба ожидает и новую версию романа грешема которую по праву можно назвать модным нынче термином не а нуар который лепит часто без разбору направо и налево но в этом случае все по-честному ибо новый фильм дель тора стопроцентный не а нуар со всеми его классическими атрибутами как сюжетном так и визуальном плане сом-то и он силу анти и кроссы и доктору пикул стенд в плане сюжета это жесткое исследование не только неприглядные изнанки карнавального шоу-бизнеса но и человеческой природы как таковой ну а в плане визуала и стилизации фильмы дель тора никогда не подводит поэтому здесь мы можем видеть интересное монтажное решение темную цветовую палитру с мрачной атмосферой прекрасную работу художников и замечательную кинематографию датчанина дэна лауссона снявшего с гильермо уже четыре фильма в то время как рон перлман уже в седьмой раз работает с режиссером который часто любит приглашать в свои проекты одних и тех же актеров помимо рона например еще и ричарда дженкинса сыгравшего у гильермо в оскароносной форме воды актерский состав картины вообще отменный брэдли купер кейт бланшетт уильям дефо уже упоминавшийся перлман с дженкинсом руни мара и холд маккеллани все они играют прекрасно и фильм уже буквально осыпали призами и номинациями подчеркивая его исключительное качество но если также осыпанные призами форма воды при скромном бюджете в 20 миллионов собрала в мировом прокате аж 195 то стоившие 60 аллея кошмаров прокате штатов не собрала даже 10 и это при сопоставимом числе экранов чуть больше двух тысяч коммерческий провал грандиозный и я не уверен что мировой прокат это сумеет поправить хотя сам фильм как это всегда у маэстро отличный но с хронометражом в два с половиной часа явно затянутый из-за чего я не могу поставить ему пятерку и ставлю четыре с плюсом вне зависимости от вашего отношения к исходному литературному материалу или его первой экранизации который никто как мне кажется все равно не читал и не смотрел сходить на новый фильм гильермо дель торо в кино вам надо обязательно если вы конечно же не школьник потому что снят он в классической неторопливой манере и нетерпеливые современные школьники его просто не осилят зато они вполне осилят мои компактные обзоры где все четко быстро и по делу без воды поэтому подписывайтесь на канал скидывайте видосы друзьям на переменах и пишите в комментариях свои мысли о новом спайдермене который кстати обвиняют среди прочего в хреновых кассовых сборах аллеи любая активность здесь только приветствуются ну а я прощаюсь с вами до следующей пятницы пока пока а 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 это а а и а Продолжение следует...